Всем привет! Начинаем путешествие по Венеции. Хочу показать вам несколько фотографий Венеции. Вот я тут был. Очень интересный город, который мне понравился. Ну, наверное, не только мне, многим нравится этот город. Город на воде, который расположен на островах Венецианской лагуни. Они соединены между собой огромным количеством мостов, очень много каналов. Этот город внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Вот сохранились дома 14-16 веков. Это очень достаточно старые дома, поэтому, видимо, его и внесли. Нужно отметить, что это крупный туристический научно-образовательный центр. Здесь есть свой аэропорт международный, называется он аэропорт Марко Поло, нефтеперерабатывающий и другие какие-то заводы. Здесь ежегодно проводится венецианский карнавал, но, к сожалению, вот я на него не попал. Очень хотел, но не получилось. И венецианский кинофестиваль, конечно, огромное количество туристов, вот, которых просто здесь, ну, очень много, вот, постоянно прибывает на катерах каких-то. Большинство, конечно, на катерах заходит в гавань и уже отсюда начинает свой проход по маленьким улочкам. Катается на гондолах. Вот здесь, конечно, очень красивые гондолы. И все-таки говорят, что одна гондола стоит по стоимости Мерседеса, потому что действительно она за определенный пород дерева сделана. Вот там очень такие пафосные гондольеры. В шапках у них своя униформа, такие похожие на тельняшки. В общем, они все на понтах, конечно, потому что мы же из Венеции. С другой стороны, да, это здорово, это красиво. Вот, поют песни какие-то там свои, очень интересные. Много мостов, много таких канальчиков. Ну, вот стариной, конечно, стариной веет. Красивый город. Вот, к примеру, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать о Венеции. Хочу сказать несколько слов о ценах. Цены, конечно, здесь завышенные, но это и понятно. Это такая туристическая мека. Ну, вот, допустим, аренда гондолы стоит до 100 евро, которую можно распределить среди людей, которые, допустим, возьмут эту гондолу. Лучше всего придвигаться на морских такси. Порядка 22 евро стоит. Вот, ни с чем не связан и быстрее, чем туристы. Вот, здесь еще ходят такие морские трамвайчики, тоже такой, типа общественного транспорта. Что привезти? Ну, привезти, конечно, надо маску какую-то венецианскую или что-то такое, допустим, какой-то сувенин из муранского стекла, потому что вот стеклодовый, прям на набережной у них свои мастерские, они там при вас могут что-то сделать. Тоже не дешевое удовольствие, но вот у меня дома до сих пор стоит. Маленький такой, ну, не очень дорогой сувенирчик из Венеции. Это просто такая маленькая стеклянная лошадка, которую я смотрю, вспоминая Венецию в то время, которое я там провел. Ну, вот пока идет видео, ее надо сказать, конечно, про каналы Венеции, но она ими и славится. Это большой канал или гранд-канал. На самом деле это не канал, не искусственное сооружение, а бывшие протоки между островами, лагунами. Один из островов, кстати, назывался Риальто и мост. Знаменитый мост тоже называется мост Риальто. Большой канал является главной транспортной оберии города. Здесь очень много, конечно, различных плавсредств, как говорится, гондол, корабликов разных. Канал проходит через город весь. Он как бы делит город напополам. Соединяется с канала Сан Марко и каналом Ладжудека. У здания таможня. Ну, что тут несколько данных таких, что длина канала где-то 3800 метров, ширина до 70 метров доходит. Длина небольшая, порядка 5 метров, но все мы знаем, что Венеция у Кемеле, к сожалению. Набережных, конечно, набережных в Венеции нет. Вместо них практически заменяют фасады домов. Можно прямо из дома сесть на гондолу и выйти туда, где надо. К примеру, в магазин. Ну, еще, это я так смеюсь, конечно. Но действительно, набережных нет. И прямо двери выходят на различные каналы. Гранд-канал, конечно, самый красивый. Здесь еще много красивых домов. Здесь еще много снималось в фильмах, конечно. И просто очень красивое место. Четыре моста. Это мост Ариальта, мост Академии, мост Кальция и мост Конституции. Ну, собственно говоря, и все, что я хотел сказать, пока видео идет. Все, пока. Теперь пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok